МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересная, как всегда, у нас плохих тем не бывает. Австрия и Германия будем путешествовать по ней. Я так понимаю, что сегодня мы не просто про путешествие поговорим, а про то, как его правильно организовать, потому что становится все более и более популярным. Расскажите нам, Евгений. Да, а вы расскажите, как вы можете правильно спланировать путешествие и почему. Да, мы создали сейчас конструктор, это сайт agenda.travel, который позволяет человеку в процессе игры собрать свое путешествие, как из кирпичиков. Там есть основные элементы, это разнообразный транспорт. Также есть отели, практически 120 тысяч отелей по всему миру. И аренда авто в более 80 стран. Когда ты собираешь свое путешествие, это выглядит, как некая такая инфографика. И выглядит, как игра. То есть можно собирать какие-то карточки, собираешь карточки разных вариантов, и сразу можно посмотреть полностью стоимость путешествия, какая его продолжительность, посмотреть, как он выглядит на карте, посмотреть, как выглядит таймлайн, ну, прям в хронологическом порядке. Это все вот на вашем сайте agenda.travel, можно все сделать. Да, все можно собрать, отправить ссылку другу, там как-то обсудить это. Давно у вас проект такой существует? Проект относительно новый, то есть мы его запустились в конце 2012 года. То есть буквально пару-тройку месяцев, да, он работает? Да, то есть он находится в таком бета-режиме. Практически новый такой продукт. В ближайшее время мы планируем добавить туда несколько бюджетных перевозчиков, это лоукостеры, порядка там 50-60 авиакомпаний, и будет возможность добавлять в план путешествия достопримечательности, музеи, рестораны в разных городах. То есть там не только расчет, вот как, чем добираться, как добираться, а еще что, посмотреть, как лучше выстроить путешествия по той или иной стране. Тоже такие советы, да, можно получить? Да, то есть будут именно достопримечательности, и, ну, в ближайшем времени мы также добавим туда экскурсии. Экскурсии, то есть можно будет собрать, распечатать, там, не знаю, закинуть в мобильный телефон, и как бы вот... Евгений, ну а теперь на своем личном примере, наверное, нам расскажите, да, куда вы путешествовали, как вообще планировали, организовывали свой маршрут? Я стараюсь активно отдыхать и отвлекаюсь сноубордом, уже порядка восьми лет лет катаюсь, и свое путешествие планировал поехать в Австрию, в Альпы покататься. Как-то упустил процесс подготовки и спохватился достаточно поздно. И случайным образом мне просто, ну, увидел, что есть дешевый билет в Берлин, там стоило порядка семи тысяч туда-обратно, прямой перелет, прям под Рождество. И подумал, что надо... Почему бы не воспользоваться? Да, почему бы не воспользоваться, и построить как-то путешествие через Германию. Использовать автомобиль, посмотреть несколько городов, и доехать вот до Австрийского города. Мы сейчас видим Берлин, да, как раз на поле? Да, это Берлин, чекпоинт Чарли. Контрольный пропускной пункт во время Холодной войны, когда Берлин был разделен на две части, советскую ГДР и ФРГ. Мы начнем тогда наше путешествие по Берлину. Вот, может быть, сейчас сразу вы нам подскажете, куда вот можно пойти туда, что посмотреть? В Берлине мы приехали, это был ночной Берлин, мы приехали уже, прилетели поздно вечером, и как раз это было 25 декабря. Это Рождество, да. Да, это Рождество, то есть были огоньки, елочки стояли. Везде как бы развернулись базары, и разливали глинтвейн, там какие-то сладости, то есть такая атмосфера. Да, Рождественская, такая праздничная. Пошли гулять, ну, основное, конечно, дошли до Бренденбургских ворот практически, замок, да, и входная дверь. Берлин, она всегда служила, и исторически служила. И когда произошло разделение, опять же, там Берлина на две части, они также являлись воротами между советской и американской территорией. После Бренденбургских ворот, там недалеко находится Рейхстаг, и мы зашли и посмотрели Рейхстаг. Ну, это понятно, самое основное, конечно, надо посмотреть. Да, и я видел его только в кино, в фильмах, там про Штирлиц. Да, очень часто, когда водружали, да? И было интересно, просто у Рейхстага тоже такая достаточно интересная история. Он был практически разрушен во время войны, и только там в 70-х годах его восстановили. Причем у него купол Рейхстага был, ну, в 50-х годах был еще вообще взорван. То есть он стоял без купола. И в конце 90-х, вот архитектор Норман Фостер, такой известный достаточно, он сделал, была полная реконструкция Рейхстага, и был вот удружен новый купол, такой стеклянный, является такой визитной карточкой. И когда уже тогда в Рейхстаг переехал, уже в Бундестаг, и, по сути дела, там до сих пор и находится. А вот, после Рейхстага мы там спустились в метро, вот там, я знаю, есть даже фотография Бундестага. То есть метро тоже стоит посмотреть, да, в Берлине? Или это просто... Я бы не сказал, что на это стоит потратить, или на сравнение с Московским, да, наверное? Мы сейчас видим его на... Наверное, да, да, то есть вот это, в принципе, метро, и пустая станция совершенно абсолютно, вот. Но ничего такого примечательного. Рабочий вариант, да, передвижение просто на поезде и все. Но в Берлине что нужно обязательно посмотреть? В Берлине обязательно, я считаю, посмотреть нужно, вот, сходить посмотреть Бандербургские ворота, Рейхстаг. Чекпоинт Чарли, который мы тоже посетили. Что это? Это контрольно-пропускной пункт, который находился, ну, такое достаточно известное место, находился во время, когда город был разделен Берлинской стеной. Там, кстати, до сих пор недалеко стоит фрагмент Берлинской стены, ее, в принципе, там, растащили уже на сувениры, там, разобрали, осталось только вот небольшой кусочек. Вот, но они его когда городили, и никого не пускают уже там, чтобы откалывать уже части оставшиеся, что совсем не разобрали. А Чекпоинт Чарли, это была такая точка, в которой был контрольно-пропускной пункт и переход из восточного Берлина в западный. Причем сама Берлинская стена, она так возникла внезапно, то есть в 61-м году, просто в один из дней, то есть правительство ГДР приняло решение, из-за того, что немцы активно начали, начали он был просто открытый, да, город, и когда появилась германская демократическая республика, восточные немцы начали активно перебираться в западную часть Берлина, и чтобы избежать этой утечки, просто в один из дней взяли, переводили город полностью, то есть вначале колючей проволокой, а потом просто построили стену. Ну вот такой вопрос, а по Берлину вы передвигались на автомобиле или автобусы пешком? Пешком, гуляли, там пару раз на такси буквально. Еленя, а помимо исторических каких-то вот таких мест, да, вот Рестах, там, да, Брендербургские ворота, а, например, заходили в какие-то ресторанчики там вообще, что там едят немцы вообще? Ну, основной, конечно, известный всем напиток – это пиво, там очень много сортов, разные виды сосисок, блюд из свинины, свиное колено, там разнообразные какие-то вырезки, рульки. То есть наесться можно? Ну, у нас перед... Капуста там, все-таки стандартные, немецкие. У нас просто очень много впереди интересных городов, и вот хотелось бы дальше уже с Берлина двинуться на автомобиле мы едем. Да, мы сразу в аэропорту взяли машину и, по сути дела, поехали дальше. Уже следующий город был Мюнхен. У них прекрасные автострады между Берлином и Мюнхеном порядка 550 километров. Ну, то есть за два часа можно добраться легко, да? Ну, за два вряд ли. Нет, три. Хорошо. Потому что в автострады такая есть особенность у немцев, у них они все бесплатные, и нет практически ограничения скорости. То есть иногда только наоборот висит ограничение, что снизьте скорость до 120, до 100. Да, а так сколько в машине есть там мощи, столько можно выжимать. Причем зачастую едешь, это обгоняет какие-то спорткары, там проносятся. Со скоростью света, да? Проезжая просто по этой автостраде в Мюнхен, мы решили, ну, как так размяться, погулять, заехали в Лейпциг. То есть это небольшой город, где-то посередине находится на этот раз, условно. Что там в Лейпциге? В Лейпциге то-то и дело, то что он нас встретил практически пустынный, да, и опять все отдыхали, по большому счету. То есть мы даже удивились, что почему так мало народу приезжаем, потому что это пустой город практически. Лейпциг, ну, он очень маленький, единственное там интересное, наверное, так можно заехать там, просто там пообедать, например. Ну, гулять по таким улочкам тоже очень приятно, если есть время. Да, архитектурно. Хотя бы вечер там, да. Буквально там, не знаю, можно потратить несколько часов. Потому что он там памятник, памятник Гёте. Вот интересное, вот у них мы зашли к кофейне, кофейне 100 лет, причем, что немцы, немцы очень любят кофе и очень делают всякие крутые… Помимо пива, то есть еще что-то любят. Кондитерские всякие изделия, да. Причем вот тут кофейня, ну, 100-летние, там они говорят, что они рассказывают, они делают по старым рецептам, то есть, которые еще были там век назад. Ну, это уже, согласитесь, тоже достопримечательно. 100 лет кофейни, ты понимаешь, что ты сидишь практически… Да, ну, это вообще, да, еще такие старинные рецепты, да, и старинные рецепты дают шарм обязательно. И как вообще вот там кофе по этим старинным рецептам? Ну, там очень вкусно, и там прям разбегаются глаза всяких масса пирожных, каких-то там тортиков. Все свежее, да, свежая выпечка. Причем такой момент заметил, что вот в Германии принято… Люди могут подсаживаться за столик, и также… К незнакомым. Да, они подсаживаются, пьют кофе, могут с тобой подороваться, там, пообщаться. Разговориться. Да, и это принято как в пивных, так и вот в кофейнях зачастую. То есть зачастую очень просто много желающих, и отдельные столики просто нет возможности на каждого выделять. Понятно. Да, и местом общения, да, с этим словом. А как люди вообще, вот немцы сами? Ну, хоть вы говорите, что их было там мало, практически не было, но вообще какое впечатление вот сложилось, да? Наверное, сложно описать. В целом они такие какие-то сдержанные. Ну, в принципе, как и сама Германия, они такие сдержанные, сдержанные, аккуратные. Эмоции меньше, конечно, чем у итальянцев, но с их сравнивать, наверное, очень сложно. Ну, двинемся дальше. После Лейпцига мы прибыли в Мюнхен, очень такой сказочный город. Сказочная архитектура? Сказочная архитектура, и он сам по себе такой компактный, очень старинный, ну, как бы, видно новая ратуша, это такая основная визитная карточка Мюнхена. Там вот есть балюстрада, на ней стоят фигурки, и когда часы начинают пробивать 11, 12, 5 вечера, там начинается представление с фигурок, они выезжают, они кажутся, что они маленькие, на самом деле фигурки с человеческий рост. Ну, достаточно для туристов, какая интересная. Вот у нас сейчас реклама, небольшая рекламная пауза, мы продолжим про Мюнхен, сразу после рекламы, дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, вы смотрите передачу «Путешествие с плюсом ее ведут». Я Галина Конопосевич и Наталья Ерофеевская. Еще раз здравствуйте. А сегодня у нас в гостях Евгений Юркевич сооснователь проекта «Аженда Тревел» и директор по развитию. Еще раз привет, Евгений. Еще раз здравствуйте, Евгений. Ну, мы в первой половине нашей передачи, закончили, вернее, первую половину, на Мюнхене, начали рассказывать про этот город, интересный и очень красивый. Мы можем продолжить. Да, и возвращаясь к Мюнхену, одно из мест, которое, как говорится, мастин, обязательно посмотреть, это известная пивная, «Хойфброухаус» называется, у нее логотип HB, это королевская пивная, была основана чуть ли не в 15 веке еще. Да в что? Да, и вначале она поставляла напитки для короля, а потом был указ, и были снижены цены на пиво, которые дали простолюдинам и солдатам, допустим, употреблять этот напиток. Далее, ну, известные люди очень ее посещали, то есть там бывал Владимир Ильич Ленин с Крупской, Моцарт заходил, и был Гитлер. И, значит, достопримечательность ее в том, что они, например, варят собственное пиво, а вообще в Мюнхене масса брендов таких известных, в пивоварни, там практически они все так оформлены, какие-то львы разнообразные. Я так понимаю, что немцы эксперты в плане пива, раз у них такие древние марки. Да, и вот если даже так просто, посмотреть на это, в пивоварне, вот, в этой пивной 4 этажа, порядка 3000 посадочных мест, там стоят такие лавки, в большом счете деревянные, и тоже такая атмосфера, чтобы найти место. Девушки с этими кружками, кружки литровые. Меньше не раздевают? Нет, там есть возможность 0,5, но в целом там все пьют из таких вот, как в стандартах. Литровая кружка, вот девушки там умудряются, там по 6, по 7 кружек. То есть официантки девушки, да? В руках, вот, да, приносить. Передничку включить, представляете? По 6, по 7 кружек таких нести. Да, вот сразу. И, конечно же, там, ну, основной, основной такой сезон, так можно сказать, это Октоберфест, в октябре, там начинается фестиваль пивной, по всем практически пивным Мюнхена. А как этот фестиваль проходит? Там бесплатно пиво наливают? Да нет. Я не бывал. Потому что сейчас назовем народ. Ну, кстати, будет повод съездить, и я думаю, может быть, даже воспользоваться. Вы попробовали это пиво, которое с 15 века уже? Попробовал несколько сортов. Причем немцы, пиво прекрасное, немцы, у них есть такая еще особенность, они иногда пьют пиво с лимонадом. Мешают или так из двух кружек? Да, 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 разбавляют с лимонадом. Вот, какая-то у них такая особенность. Также в Мюнхене очень интересное и обязательно место, которое тоже требует, ну, надо посмотреть, это посетить, это в музее БМВ, компания БМВ, где представлены как вообще все марки, которые производила компания. С какого-то года начинают уже, наверное? Начиная вообще с основания, потому что БМВ начинала вообще с авиационных двигателей, то есть они вообще авиаторы изначально. Даже если посмотреть на логотип, значок БМВ, у него круг, и двое секторами, белым и синим. Это просто делал пропеллер. И они раньше занимались, в Первую мировую войну, вроде не занимались производством авиационных двигателей. И занимались достаточно успешно. Потом начали заниматься автомобилями. Тоже успешно. И в музее есть, во-первых, возможность, вроде даже то ли бесплатно, за какую-то небольшую денежку взять такую автоматическую экскурсовода. То есть на разных языках можно послушать. То есть для этого дают плеер, и подходя к экспонату, он рассказывает о чем. И там есть все практически языки, в том числе и русский. В музее представлено масса автомобилей, начиная от машин начала 20 века и заканчивая спортивными болидами Формулы-1. Практически все линейки автомобилей. Также есть шоу-рум отдельный, где стоят уже современные марки, новые технологии БМВ, мотоциклы, автомобили. Сейчас на плазме это шоу-рум или это музей? Это музей. Это музей. Это музей, да. И в шоу-руме можно на всем этом посидеть, нажимать кнопочки всякие. Сфотографироваться. Да, сфотографироваться. В любых марках. Вот тоже интересная модель. Это модель BMW Z. Она интересна тем, что она такая маленькая машинка. Она меньше, чем Жук. Она двухместная. И эта машинка, по большому счету, спасла концерн BMW от банкротства. То есть в конце войны у BMW было несколько заводов, большая часть оставалась на советской территории. И один был в Мюнхене. Он был сильно разрушен бомбардировками. И компания находилась в таком плачевном состоянии. Они выпустили одну марку, она не пошла. То есть провалился выпуск. И у них было предбанкротное состояние. На что в этот момент итальянцы делали какие-то такие маленькие машины. Немцы взяли и купили лицензию. И доработали ее немного. И она пошла в массы. Вплоть до того, там есть даже какие-то фотографии, что люди на эту машину они как-то ее затаскивали прямо в дом. То есть она была маленькая. С какого года выпускается, Евгений, не помните? Она выпускалась в 50-х. В 50-х буквально несколько лет. Странный вид, да? BMW это то, что мы знаем сейчас. И вот такой, какой. Просто я думал, что это лимитированный выпуск, что их там несколько может быть штук. А оказывается, это все-таки серийный выпуск. Да, который выпускался несколько лет. Модель называлась EZ. И тогда было очень популярно у гаража. Там двигатель вообще был какой-то там 20 лошадиных сил, что ли. Практически как мотоцикл. Но сейчас ее все меньше и меньше. Потому что я не видела этот автомобиль. Не на улице. Ну, его сейчас, это только ретро-машина. Их остались какие-то единицы у коллекционеров. Там и в музее. То есть сейчас, конечно... Такая интересная машина. У нее дверь открывалась. У нее двигатель был сзади. Дверь открывалась прямо спереди. То есть там открывая, туда можно было садиться. На музей сколько времени нужно примерно запланировать? Ну, в целом, я думаю... Насколько он огромен, большой? Ну, достаточно большой музей. Я думаю, пару часов там. Пару, там, может быть... Ну, пару-тройку часов. Пару-тройку часов, наверное, да. Если с шоу-румом посмотреть, это будет достаточно. Ну, такое очень интересное место. Ну, что, двинемся дальше? Да. Дальше мы там закупились разнообразной едой. Там в Мюнхене есть рождественский некий такой рынок, продовольственный рынок, ярмарка. Они очень активно продают там практически все сыр, колбасы, какие-то овощи, вина там со всего мира, пиво. И двинулись в сторону Австрии. Дороги тоже прекрасные. Соответственно, когда пересекаем границу с Австрией, желательно надо купить на заколонке некий стикер. Это уже... Там фактически границы нету, то есть там просто значок стоит «Германия», «Германия» закончилась, там значок «Австрия» началась. Вот. Какую-то такую некую виртуальную границу пересекаешь, и на ближайшей там бензоколонке можно, точнее нужно купить некий стикер, это какая-то страховка. То есть страховка, которую наклеиваешь на лобовое стекло автомобиля. Уже на территории Австрии, да? Да, да. И она там как-то лимитируется на количество дней, сколько ты пребываешь. То есть ты говоришь просто по кассиру, что тебе нужен этот вот стикер, они тебя сразу поймут в целом. Все спрашивают там на разных языках, что нужно. И наклеиваешь на стекло, и, как я понимаю, собственно, проблем не должно быть никаких. По дороге очень цивилизованы у них все вот эти заправки. Практически заправки – это какой-то некий такой супермаркет, кофейня. И там, опять же, свежая какая-то еда, то есть там мотели, то есть очень такая развитая инфраструктура. То есть человек, кто путешествует там на автомобиле, ну вообще полная еда, комфорт. Сколько автомобиль стоит в сутки рента? Мы брали Volkswagen Golf, машина была новая абсолютно, там мне пробег был тысяча три километра всего. Такой был Golf Plus, увеличенная версия, что-то у нас на снаряжение можно было положить. А машина обошлась на две недели, тысяч 15 или 20. 15 тысяч рублей где-то так вот. Ну это вообще недорого, по-моему, да. Это, в принципе, достаточно такие… Приемлемые. И ты, да, приемлемый, ты получаешь на колесах все это время, можешь всегда куда-то там быть мобильным, да, двигаться. Так, а вот в Австрии куда вы? В Австрии, ну изначально цель была путешествия в Шладминг, это такой городишко. Почему выбрали его? Потому что когда думали… В Австрии вообще очень много развитой горнолыжной инфраструктуры, ну выбрали его, потому что ехали под Новый год. И есть такая особенность, что начинается очередь на подъемниках, очень много людей на, так сказать, раскрученных курортах. И начинается, ну просто долго стоишь… Ну уже удовольствие, да, теряется уже. Да, да, очень много людей. Поэтому что-то там смотрели по карте, смотрели где-то какие-то отчеты и решили выбрать что-то такое нераскрученное. То есть он, в принципе, популярен у австрийцев, у немцев, но у наших соотечественников он менее, так сказать, распространен. Еще пока неизвестен. Да, он скорее неизвестен. И вот направились туда в Шладминг. Это, в принципе, такие достаточно невысокие горы, но очень регион обильный снегом. То есть всегда, ну, очень много снега. Такая лесная местность есть как трассовое, так и нетрассовое катание. И трассы, в целом, уровень трассы, он рассчитан на среднюю, наверное, подготовку. То есть там есть, конечно, сложные участки, но их немного. Больше синих получается, да? Синий-красный такой, синий-красный регион, так скажем. Но при этом там есть трасса олимпийского уровня. И, кстати, вот в феврале Фладминге проходил чемпионат мира по грандолыжному спорту как раз. Один из этапов, или вроде даже... Кубка мира. Ну да, чемпионат мира. И там вот эта вот олимпийская трасса, она прям выходит на город. И вот есть на снимке, можно будет посмотреть. Вот если видно, как раз ее освещенный там кусочек. Она спускается прямо в город. Там какие-то чемпионы на ней катались. А вы выбирали катание от порога? Где-то поселились косинцы, откуда можно было? Или поднимали? Мы выбирали вообще частный сектор. То есть, там история была такая, что мы забронировали через сервис, по сути дела, кусочек дома частного. Списали с хозяйкой и приезжали уже. Он был недалеко от подъемника, там буквально 5 минут. Ну, надо туда идти или можно ехать на каком-то небольшом автобусе? Там пешком ходили. Автобусы там ходили между станциями. Там очень много разнообразных регионов катания. И можно и добираться как по подъемникам, переезжая в другие какие-то области. Так и ходят бесплатные автобусы, на которых можно... Вот этот некий скипас, который ты покупаешь на подъемник, он является пропуском на автобус. То есть, можно будет переезжать в какие-то другие регионы. Но вам понравилось останавливаться вот так у частного лица? Или все-таки почему они гостиницу выбрали? Это дешевле? Понравилось, да. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, это такой некий колорит. Там была такая очень приятная австрийская тетушка, у которой, во-первых, она нас предложила встретить из Зальцбурга на своей машине. Мы сказали, что мы сами на авто, и в целом это не требуется. Потом общение было на какой-то смеси русского, немецкого, английского и жестов. Причем у нее на полке лежали книжки про Горбачева. То есть, она как-то... Посвященная. Да, да. И, как я понял, очень многие интересовались историей. Ну, и немцы, и австрийцы, наверное. Для них Горбачев тогда был такой фигурой знаковой, да. То есть, который, по сути дела, снес эту стену и объединил нацию. И очень приятно, да, с ней было общаться. У нас, по большому счету, была целая, ну, как бы отдельная часть дома. Она была изолирована. И никаких каких-то... Евгений, ну, наша передача уже подходит к концу. Осталось пожелать что-то нашим телезрителям. Я хотел бы пожелать путешествия, чтобы наши телезрители путешествовали самостоятельно, как можно больше, это интересно, как-то уходить от каких-то таких стандартов, шаблонных каких-то там решений, выбирать разнообразные места по всему миру и стараться как-то строить и планировать интересные путешествия. Спасибо большое, Евгений, что пришли к нам в гости. Дорогие друзья, у нас в гостях был Евгений Юркевич. Вы смотрели передачу «Путешествие с плюсом. Ее вели» Галина Конопасевич и Наталья Ерофеевская. До свидания, всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok